27 мая к пенсионерке, которая проживает в частном доме в провинции, пришла цыганка. Убедила ее в том, что она ее соседкой предложила попить чаю. Доверчивая пенсионерка пригласила ее в свой дом. И там цыганка углядела то, что на пенсионерке с глаз, снять который помогут 20 тысяч рублей, обернутые в полотенце, и их нужно положить в чулан. Через три дня в чулане денег не оказалось. Пенсионерка претензий к цыганке не имеет. Однако начальник штаба отдела внутренних дел по Полевскому городскому округу, подполковник милиции Ирина Георгиевна Шапошникова, предупреждает всех быть бдительнее. Для бдительности есть серьезный повод, уверяет Ирина Георгиевна и приводит официальные данные. В период с 24 по 30 мая этого года на территории Полевского городского округа зарегистрировано 303 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. 19 обращений по факту на нанесение побоев. По горячим следам раскрыто 14. Заявлено о 16 случаях кражи чужого имущества. Один из случаев произошел с учащимся 5 класса средней школы номер 8. На переменке ученик играл в теннис, положив при этом свой мобильный телефон на подоконник. Пока рассеянный пятиклассник отлучился, чтобы поменять ракетку, телефон исчез. Позже выяснилось, что телефон присвоил ученик 9 класса, который в содеянном раскаялся и объяснил причину своего поступка тем, что своего телефона у него нет. Иногда преступников помогают вычислить необычные приметы, говорит подполковник. 26 мая работник детского сада номер 49 пришла на работу, положила свой сотовый телефон без присмотра на столик в раздевалке и отлучилась на некоторое время. Когда она вернулась, спустя полчаса обнаружила, что сотовый телефон исчез. Кроме этого, исчезли деньги, которые лежали в пакете, в ящичке, который не закрывался. Она поспрашивала у работников детского сада, никто не видел здесь, никого посторонних. Выяснилось, что заходил посторонний мужчина и со слов одной из работников от мужчины дурно пахло. Спустя некоторое время женщина расстроенная вышла подышать свежим волтухом на улицу. К ней подходит мужчина, спрашивает, где можно привезти сим-карту. От мужчины дурно пахло. Основаясь только на этой примете, она посмотрела, куда он пойдет, после чего сообщила в милицию. Сотрудники ДПС ГИБДД выехали в нужном направлении, по приметам мужчину задержали. Им оказался тот человек, который совершил данное преступление. При нем был похищенный сотовый телефон, сим-карта и 300 рублей, которые он не смог истратить. Порой кражи совершают близкие люди, продолжает Ирина Георгиевна. 27 мая в одной из квартир в микрорайоне «Зеленый бор» сын снял золотую цепочку со спящей матери. Был задержан и в содеянном раскаялся. Невнимательность водителя ВАЗ-2115, который оставил ключи без присмотра, спровоцировала неизвестное лицо воспользоваться ситуацией. Машину угнали. 28 мая была ограблена квартира на первом этаже по улице Розы-Люксембург. Хозяин забыл закрыть двери и уснул. Утром пропажу обнаружила супруга хозяина, которая вернулась с работы. Причастных к преступлению лиц установили, возбуждено уголовное дело. В субботу двое несовершеннолетних, 14-15 лет, катались на квадроциклах по лесу. В селе, около села Мраморское в лесу, они обнаружили снаряд, который, недолго думая, вначале они положили на квадроцикл, повезли, потом он у них упал с квадроцикла, они его прицепили к квадроциклу и в таком состоянии довезли его до Роскуихи. Приехав к родственникам, вручили им этот снаряд. Снаряд оказался современный, от танка. Снаряд 62 сантиметра в длину. Саперами из города Екатеринбург он был взорван на Ивановском руднике. При взрыве получилась воронка диаметром около двух метров и глубиной один метр. И если бы это случилось в тот момент, когда они его транспортировали, конечно, о последствиях просто страшно подумать, что бы произошло. При обнаружении подозрительных предметов снарядов предупреждает Ирина Шапошникова. Нельзя трогать предмет, транспортировать, стучать по предмету, разводить вблизи огонь. Пользоваться сотовым телефоном возле находки небезопасно. Незамедлительно сообщите о находке в отдел внутренних дел. Екатерина Медведева, Александр Полищук. Новости нашего города.